Когда пресса, радио и телевидение наполнены сенсациями и негативной информацией, пожалуй, только православные СМИ всегда несут добрые вести людям. Это важно. Во все времена говорить о добре. Среди множества православных изданий России особняком стоит аналитический журнал «Русский дом». Если говорить о его влиянии на политическую или экономическую жизнь страны, то, конечно, оно очень незначительно. Ведь журнал редко увидишь на полках магазинов или коммерческих сетевых киосков. Однако преданные читатели передают его, что называется, из рук в руки, по старинке. Светская общественная мораль сейчас доходит до того, что едва ли не само словосочетание «Русский дом» можно рассматривать как экстремизм. «Русский дом» — вполне уважаемое и солидное издание для всех, кто любит Россию. Журнал создал и на протяжении многих лет возглавляет известный журналист Александр Крутов. Он был одним из первых, кто начал активно развивать тему православия еще на советском центральном телевидении. В 1988 году было тысячелетие крещения Руси. Я тогда работал на программе «Время комментатором». И вот впервые советское телевидение решило показать и рассказать о таком событии в истории государства российского. Ну, тогда государство, которое называлось Советский Союз. Каждую неделю я делал ежедневные такие выпуски о праздновании, о Руси, о христианстве, о православии, о святых людях, о том, какую роль сыграло православие в жизни русского народа, в жизни народов, коренных народов Советского Союза и в становлении государства российского. И вот я тогда увидел и понял, что Россия не может быть без православия. Именно православная вера создала наше государство тысячу лет назад. Именно тогда русский народ стал русским народом, христианским народом. Ибо христианская вера, она дала человеку веру, надежду и любовь. Тогда я понял, что Россия для народов, живущих на ее территории, на ее землях, это дом. А так как именно государство российское создал русский народ, то тогда я понял, что Россия – это русский дом. И тогда я еще услышал такое выражение, что Россия – это удел Пресвятой Богородицы. Россия – это дом Пресвятой Богородицы. И я понял, что русский дом – это именно то место, в котором живут, жили и будут жить люди. Люди разных национальностей, может быть, даже разных вероисповеданий. Но именно в этом русском доме они живут, работают, трудятся, рожают детей, умирают. И в конце концов они этот дом обустраивают. Празднование тысячелетия Крещения Руси было действительно важным событием для всего мира. Святейший Патриарх Всеаруси Пимен официально встретился с главой СССР Михаилом Горбачевым. Под многочисленным каналом телевидения транслировались торжества и велись репортажи с праздничных богослужений. Православный мир обрел новое дыхание именно тогда. На рубеже 90-х годов начало меняться отношение многих людей к церкви и вере. И когда в 92-м году была возможность, и мы съездили в Иерусалим, и привезли впервые тогда оттуда благодатный огонь, я тогда увидел, как много людей с верой и надеждой смотрят на русский дом. И вот в 92-м году я стал работать на московском областном телевидении, создал телекомпанию «Московия». И вот там в 92-м году я и открыл свой русский дом, телевизионный русский дом. История телевизионного русского дома была бурной. С каждым выпуском телезрителей становилось все больше. Но либеральным общественным активистам религиозная позиция Крутого не нравилась. Программу даже пытались закрыть. В начале 90-х в стране менялся общественный строй. Иногда казалось, что людей осознанно загоняли в разруху, депрессию и неверие. В это время все говорили о другом. Говорили о том, что Россия – это страна, которой нет будущей. Она отсталая, она забитая. У нее всегда какое-то рабское прошлое, рабское настоящее и рабское будущее. Что никогда ничего хорошего из России ничего быть не может. А я показывал в своем телевизионном русском доме, показывал, что нет. Это прекрасный народ. Это прекрасные, живут прекрасные люди. Да, они грешные люди, со своими искушениями, страданиями, трагедиями, горестями, но и радостями. Они создали великое государство, великую державу от океана до океана. Потом и кровью они создали вот это государство. Защитили от врагов, спасли многие народы от всяких чум. Черных, коричневых и прочих. И сегодня у этого народа еще огромный запас. Сил, энергии и духа, потому что он, этот народ, был воспитан православной верой. Традиции легендарного телепроекта сегодня продолжаются в журнале. Русский дом берется за самые спорные темы, о которых говорят религиозные деятели. Как относиться к НН, на что способен суперкомпьютер и другие. Ответ на все вопросы у журнала один. Ничего не страшно, если ты веришь в Бога. В журнале мы рассказываем неприукрашенную, несусальную жизнь, которой живет сегодня человек. Мы показываем настоящего человека, просто человека, живущего в этом мире, страдающего человека, болящего человека, человека радующегося, человека ищущего, метущегося. И показываем ему, что вот этот мир, из которого ты можешь как выйти и как обрести спасение. И это, в принципе, для любого человека полезно. И слово это. И кому 70, и кому 40, и кому 20, и кому 30. Для любого. Вот кто-то из них находит конкретно, понимаете, вот какое-то себе слово находит в этом. Потому что, я знаю, можно делать специальный молодежный журнал, и нужно делать. Можно делать детский журнал, и нужно делать. Можно делать там для домохозяев, для женщин. У нас много прекрасных журналов, там для молодежи. Фома есть, да, прекрасный журнал. Славянка, там, для женщин. Каждый как бы набирает. Здесь нет. Здесь для человека, который пытается понять, для чего и зачем он пришел в этот мир. Что ему нужно делать в этом мире. И вот как ему в этой жизни быть. Можно сказать, ничего, ты уходи, молись. Иди молись, и все будет хорошо. Подожди, а если я уйду просто в церковь, просто буду молиться, так рядом найдется огромное количество людей циничных, наглых, хватких, что мы видим, которые захватят все и будут преподносить моим детям, моим внукам, моим друзьям, товарищам, именно те убеждения, те взгляды на жизнь, которые мне противны. Я просто ему добровольно отдаю, что ли, все это. Я ему отдаю эту жизнь, свою, свою. Поэтому я в своем журнале говорю, нет, вот, да, посмотри вокруг, что у тебя происходит. Посмотри, очень много мрака. Но ты можешь этот мрак чуть-чуть рассеять своей жизнью, своими делами, своими поступками. В мире средств массовой информации не так давно появилось словечко «неформат». Так обозначают любую точку зрения, которая по каким-либо параметрам не совпадает с общепринятой в том или ином месте. Например, у крупных распространителей печатной продукции принято считать, что православный журнал – это непременно умиротворенное сусальное чтиво. И, конечно, русский дом со своими спорными темами для них совсем не формат. И мы всегда были для людей, которые не любят Россию, для людей, которые считают православие – это выдумкой попов, для одурманивания трудового народа. Вот. Мы всегда были не форматы. Вы знаете, вот монахи – ведь тоже другие люди. Инок, не даром говорится, инок – это значит другой. Да, мы другие. У нас другое, как вот телевидение было, другой журнал. Потому что… Но это мир наш. Но мир, который устроен на православных духовных ценностях. На вере в Христа. И я всегда помню своего духовного отца, Ивана Крестьянкина, который говорил, не бойся быть русским, не бойся быть православным. Понимаете? Вот Россия должна быть такой, какой она нужна Христу. Вот это самое главное. Вот в этом. Ты будешь падать, ты будешь грешить, наверное. Но все равно ты найди в себе силы подниматься. И вот учить, нести Слово Божие людям с надеждой на Бога, на Его помощь. А Он всегда сделает тебе так, поможет, что в любом случае тебе сегодня кажется, что это плохо, а на самом деле ты потом убедишься, что слава Богу, что так и произошло. Господи, тебе все ведомо, сотвори со мной, как изволишь. Каждый номер журнала «Русский дом» – это настоящее событие для всех, кто хочет с православной точки зрения разобраться с тем, что происходит в мире. На страницах журнала выступают публицисты, священники, ученые, всем, кому по-настоящему дорог и «Русский дом», и православная вера. Вера, она дана нам Господом две тысячи лет назад. Это наше общее дело. Если ты христианин, то ты не только христианин по названию, не только потому, что ты там приходишь в церковь, свечку поставишь, помолишься или там подслужишь. Нет, ты в жизни должен быть христианином. Ты должен показывать примером своим, что ты другой, вот такой должен быть христианин. Конечно, мы не святые, все понятно, но в любом случае ты не сделаешь ту гадость, которую может сделать человек, у которого нет внутри вот этих духовных, нравственных ценностей, установок. И поэтому, живя в этом антихристианском мире, мы должны эту веру нести людям. Мы должны человеку показывать свет Божий. Пожалуй, главное качество любого патриота – искренняя любовь к своей стране, ее истории и ее героям. А под заголовок «Русского дома» – журнал для тех, кто любит Россию. Вера и любовь к Отечеству всегда были девизом православной Руси. И хотя времена меняются, но нельзя и нам забывать пророческое завещание святого праведного Иоанна Кронштадтского. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok